Ну что, друзья, сегодня мы с вами посмотрим, как майнеры и майнинг развивают экономику стран и поднимают их с колен. Салют, пипл, с вами Хьюман, минус один майнер и минус один перекуп, и естественно, по традиции, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Погнали. Ну что ж, история с крипто не утихает, а в частности с майнингом криптовалют и их фермами. Все больше держав запрещают майнинг, либо останавливают, скажем так, работоспособность этих ферм из-за проблем с энергопотреблением. И если вы вдруг думаете до сих пор, что один Китай лишь только является таким критическим примером, то сегодня я как раз таки вам продемонстрирую то, что нет. Есть ряд других стран, которые, конечно, не так радикально ко всему этому подходят, но достаточно жестко. Тем не менее, возьму на себя ответственность и напомню, что все-таки началось все именно с Китая, где изначально запретили майнинг полностью, из-за чего некоторые крупные фермы начали мигрировать в другие страны, кто-то начал распродаваться в видеокарточки и асики, ну скажем так, не в розницу, а в опт. Ну а вследствие государство запретило вообще любую операцию с криптовалюты, обмен торг и так далее. А если вы будете нарушать данные вещи, то вы получите ответственность полностью по букве закона государства. Следом у нас с вами идет Иран, страна, которая с распростертыми объятиями принимала всех фермеров. Ей это было шибко выгодно, потому что таким образом, добывая криптовалюту, она могла обменять все это на фиат, ну допустим на зеленые бумажки дядюшки Сэма. И почему именно для Ирана это так важно? По той простой причине, что на этой стране очень большие санкции от штатов. Поэтому я думаю, что вы понимаете, по какой причине майнеров возносили чуть ли не на пьедестал. Однако такая эйфория и сказка длилась недолго, потому что в какой-то момент майнеров стало настолько много, что просто энергопотребление возросло до таких параметров, система просто не выдержала. Так что да, теперь до середины марта никакого майнинга в Иране. Следом у нас идет Исландия. Там тоже все думали, что электричества хватит на всех, особенно учитывая, что у них есть здоровенное количество геотермальных источников, скажем так, натуральные, естественные ресурсы, которые можно использовать и использовать, как говорится, для майнинга. Однако и они не смогли справиться с прожорливостью и жадностью цифровых ферм. И более того, это понесло более масштабные проблемы. Не то, что там просто нужно было экономить электричество. Подорожало производство алюминия. А с начала декабря 2021 года майнерам уже ограничили подачу электричества. Кому-то полностью, кому-то нет. Но, во всяком случае, пока что в шею их никто никуда из страны не гонит. Вы думаете, на этом все? Нет. Телепортируемся в Косово. Ранее считавшимся дешевым электричеством стало невероятно дорогим как раз таки из-за поднятых цен на газ. В итоге это и вынудило правительство внести запрет на добычу криптовалюты. А инициатива уже вступила в силу с 31 декабря. Технически там, ну, на данный момент съемки ролика две недели назад. Плюс-минус. Казахстан. Еще весной 2021 года их ждали, ну, наверное, практически так же, как и в Иране. С раз простертыми объятиями. Правда, некоторые нюансы начали меняться уже к лету. То есть где-то там кто-то начинал ужиматься, официально-неофициально. Но уже маховик на тот момент был запущен, потому что это условный старт миграции ферм из Китая. В итоге, в стране Казахстана находилось на тот момент 20% добычи криптовалют со всего земного шара. То есть 20% принадлежало именно Казахстану. Ну, а вследствие недавних событий за счет протестов и подавления тех протестов, мало того, что там начались перебои с электричеством, так и вовсе пропал интернет. Плюс-минус там уже все налажено, но вы должны понимать, что в таких условиях во всех смыслах, как с электричеством, как с интернетом, так и, собственно, с такими народными волнениями, работать сложно, особенно если ты вообще с другого государства. Плюс непонятное отношение людей к майнингу. И это на фоне того, что уже до этого с майнерами начались контры. Что-то подорожало, а для майнеров что-то дороже, хотя договаривались об одной сумме и так далее. Ладно, двигаемся далее. Абхазия. Вдумайтесь, на 250 тысяч человек расположено 625 ферм. В такой пропорции такое количество привело к тому, что энергопотребление сразу же выросло на 20%. 20%. И хоть в итоге правительство запретило добычу криптовалюту, но это по каким-то причинам вовсе не мешает майнерам и дальше продолжать свое альтруистическое дело по развитию криптосистем. Здесь вопрос, конечно, сразу как? Да просто. Они подключаются к общественным энергосистемам и ни за что не платят. Профит. В итоге это все не могло продолжаться длительное время и уж тем более вечно. Начались перебои с электричеством, волнообразные. Ну и правительство в итоге пришло к тому, что нужно вести жестче меры. Неожиданно, в частности для меня, но да, в этом списке находится и Швеция. Запрета у них, конечно, нет, но вот сами попытки присутствуют. Сейчас объясню почему. Дело в том, что в данном государстве уже длительный период, несколько лет, длится такой как бы бум зеленой энергетики. И вот как раз таки правительство считает, что именно данная зеленая энергетика не для майнинга создана, а для определенных других нужд. И именно по этим причинам и был вынесен запрет на рассмотрение добычи криптовалют на рассмотрение, скажем так, государству между чинами. Пока что его не приняли, не подтвердили, но вот тем не менее ожидают результата. Как там оно будет, если будут знать и там вас видят в новостях, естественно, проинформирую. Такой вот майнинг с противоположной стороны монеты. Жду ваше мнение в комментариях по поводу всей этой цифровой криптовакханалии. Напишите, будет интересно почитать. Ну а тем, кому еще интересно узнать, что такое метавселенная, интернет-веб 3.0, что такое NFT, что такое блокчейн в целом, приглашаю вас на свой второй проект, будем изучать, будем пополнять багаж своих знаний, естественно, как мы всегда это делаем. Ну и в общем, еще одна ветв в IT. Ну а на сегодня, ребятки, у меня для вас все, с вами как всегда был Химмон и как всегда кайфовой вам игры.